В 1924 году газета «Известия» писала. Давно в Большом театре не было такого яркого, празднично звучащего спектакля, как выступление Викторины Кригер в партии Китри в Дон Кихоте. В лице Кригер мы имеем балерину мирового масштаба. Американская пресса называла её второй балериной после Анны Павловой. Она создала свою труппу – московский художественный балет. Всего каких-то 70-80 лет назад имя Кригер гремело в Москве, в России, в Европе и в Америке. А сегодня уже мало кто может вспомнить его. Наш сюжет о выдающейся балерине начала 20 века Викторине Кригер. Викторина Кригер танцевала на сцене Большого театра и являла собой образец настоящей московской балерины. Её очень любила публика, ведь она не только виртуозно выполняла сложнейшие па, но и была яркой актрисой. Это и не удивительно. Она родилась в семье, где актёрами были все – и бабушка с дедушкой, и мама с папой. Почему они стали учить её танцам, точно неизвестно. Известно лишь, что девочка требовала от родителей отвезти её туда, где все танцуют. В балетах Кригер стремилась танцевать те роли, где можно было не только танцевать. Если предоставлялся выбор, она отказывалась от партии «Авроры» в «Спящей красавице», предпочитая эффектных и ярких «Царь-девицу» в «Коньке-Горбунке» или «Китре» в «Дон-Кихоте». Знаменитый балетный критик Аким Волынский, который жаловал лишь петербургских балерин, высоко ценил москвичку Викторину Кригер. Кстати, она выступала и с большим успехом в городе-на-Неве. В «Дон-Кихоте» по нескольку раз на биск крутила фуэте. Викторина Кригер обладала великолепными для балерины пропорциями тела. Сильная спина, сбитый мускулистый торс, ноги с крепкой стопой и большим подъемом. Ее отличал яркий темперамент. Она щеголяла прыжком в полетах, поражая не воздушностью, а стремительной силой. Ее называли «царицей стального носка». Каскады пируэтов в дуэтах она вертела почти без помощи партнеров, которые лишь слегка поддерживали ее. А партнеры у нее были чудесные. Михаил Морткин, Ассав Миссерер и Николай Тарасов. В отличие от многих коллег, Кригер приняла Октябрьскую революцию, проявив при этом активную гражданскую позицию. С радостью танцевала она перед непривычной аудиторией рабочих, крестьян, матросов. Где только она не выступала – на палубах крейсеров и на шахтах, в колхозах и на клубных площадках. Ее не пугали материальные трудности и неустроенный быт. Исполняла она характерные танцы, комические миниатюры. Номер «Беспризорник» сочинила для себя сама. В 1922 году Кригер отправилась на гастроли по Европе, которые проходили с огромным успехом. В Праге она неожиданно получила телеграмму. Великая Анна Павлова приглашала ее принять участие в своем американском турне. В то время между государствами не было даже дипломатических отношений. Но московская знаменитость Викторина Кригер триумфально представляла искусство советской страны в Нью-Йорке. За месяц Павлова и Кригер дали 34 спектакля. Нагрузки были непомерны, но и отзывы стоили того. Викторина Кригер – одна из величайших мировых танцовщиц, первая после Павловой. «Я не знаю никого во всем русском балете, кто имел бы ее электрическую быстроту движений и легкость», так писали о Кригер американские журналисты. Несмотря на то, что она была посланцем враждебной страны, ей предложили заманчивый ангажемент в Нью-Йорке. Кригер отказалась, ведь она была настоящим советским человеком. Кроме того, признаться, она отказалась еще из-за травмы ноги, не хотела лишиться профессии. На московской сцене Большого театра ей предстояла новая роль – китаянке Тао Хуа в первом советском балете «Красный маг». Танцевать эту партию после главной примы Большого Екатерины Гельцер было страшно. Но это лишь придавало азарта. Она с блеском провела партию, где сложный технический танец был лишь основой для проживания трагического образа. Ее талант позволил хореографам пересмотреть партию феи Карабос из «Спящей красавицы». Впервые злая фея встала на пуанты Викторины Кригер, ведь раньше это была мужская партия. Это была настоящая актриса в балете. И, конечно, идеи Станиславского, его система воспитания актера, его московский художественный театр были невероятно близки ей. Так же, как и Станиславский, Викторина Кригер мечтала воспитать новое поколение актеров, только актеров-танцующих. И, взяв за образец название «Московский художественный театр», в 1929 году она основала труппу «Московский художественный балет Викторины Кригер». На сцене ее театра раньше, чем в Большом, в 1936 году, состоялась московская премьера «Бахчисарайского фонтана» Ростислава Захарова. Кригер танцевала партию «Заремы», проявив талант трагической актрисы. Балеты в ее театре были именно спектаклями. Она верила, что музыка и движение прекрасно могут выражать человеческие отношения и чувства без помощи слов. Над спектаклем «Соперницы» на музыку Пауля Гертеля по мотивам тщетной предосторожности вместе с балетмейстером Николаем Холфином работали и режиссеры Борис Мордвинов и Павел Марков. Сама Викторина Кригер танцевала партию «Лизы». О балете говорила вся Москва. А когда Немирович Данченко побывал на спектакле, он отметил, это действенное применение принципов МХАТа в балетном искусстве. В руководстве Большого театра к созданию собственной труппы, ведущей коммерческую деятельность, отнеслись тогда настороженно. Судьба Кригер в стенах главного театра висела на волоске. В конфликте вынуждены были разбираться даже первые лица страны – Ворошилов, Будённый, а у самого Сталина существовала папка под названием «Дело Кригер». Впрочем, вождь к балерине был благосклонен. Конфликт рассосался сам собой, когда труппа Викторины Кригер вошла в состав музыкального театра имени Немировича Данченко. Вскоре этот театр соединился с оперным театром имени Станиславского и стал называться «Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко». Это случилось в 1941 году, в год начала войны. Театр этот был единственным, который продолжал выступать в Москве все военные годы. А в 1945 году, в год победы, на сцене Большого театра появился балет Прокофьева «Золушка». Создатели спектакля получили высшую награду – сталинскую премию. Получила премию и Викторина Кригер. Она исполняла вовсе не главную роль мачехи. Выдающийся скульптор Елена Янсон-Манизер увековечила Викторину Кригер в своих скульптурных миниатюрах. Образы мачехи и китри словно подтверждают мысль Станиславского о том, что в искусстве нет маленьких ролей. Субтитры создавал DimaTorzok